Совершенно вас, братья и сёстры, поздравляю с сегодняшним воскресным днём. Это второе воскресенье Великого Поста. Мы совершили Божественную Тергию Святителя Василия Великого, причастились к телу и крови Христа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы все верующие люди и славим Бога, молимся Ему. Но что интересно, Бога никто никогда не видел. Это же имя святые с Ним общались, мы Ему молимся. Как вот понять, нельзя видеть и видеть, нельзя слышать и слышать. Вот сегодняшнее воскресенье этому посвящено одной из сложных тем. Но самая серьёзная, это ключевая тема всего христианства. Кто этого не поймёт, увы. На самом деле уже в IV веке были споры. Как можно Бога видеть и не видеть? Вот как вот можно? Хотя Бог в своей существенной непознаваемый. И особенно это разгорелось спор в XIV веке. Так называемые паломитские споры. Кто такой Григорий Палома, который памятник сегодня празднуем? Почему именно церковь, именно этого святого среди множества святых, посетила ему целую вторую неделю и назвала эту неделю вторым торжеством православия? Почему? Эта семья переезжает на Афон и живёт в одном из монастырей. И вот именно в это время, в XIV веке, было очень сильно отобразито на Афоне иссихазм. Что такое иссихазм? Это особый вид подвижничества, особый вид молитвы. Молитвы именно Иисусовые. Я впоследствии сейчас скажу, к этому вопросу подойду. И это вообще зазвало сердце Григория Паломы. Через какое-то время его рукополагает, и он становится архиепископом Фессалоник. Григорий Палома. И вот в этот момент разгорается страшный спор. Спор, который дылся вообще 20 лет. Но особенно 10 лет между монахом Варламом Калабрийским, который возглавлял византийскую интеллигенцию, и Григорий Палома возглавлял опыт святых афонских старцев. И именно опыт святых отцов, которые были от него, и в частности опыт Семёнова Богослова, Василия Великого, Яна Златоустова, Григория Кесарийского, Максима Исповедника. В чём была суть? Варлам говорил, Бог непоздаваем. Бог может только озарять человека для восприятия догмотов, понимания догмотов и благочестивое поведение. Григорий Палома возглавлял опыт святых афонских старцев, их молитву, их подвиг. И он сказал, выразил это в философских словах, о том, что Бог, он говорит, да, тоже, Бог непознаваем, Его никогда никто не видел. Но Бог не только в сущности своей непознаваем, но вовне Он выражает себе светом, нетварной энергией, силой божественной, божественной благодатью. Вот как Бог нам даёт возможность его познать. И особенно возглавлялся спор между монахом Варламом и Григорием Паломой, что же было, что видели ученики на горе Фавор. Вот что это такое было? Григорий Палома говорит, они видели свет божественный, нетварный свет, который превразил всё вокруг. И учеников, когда Пётр, Господи, с тобой хорошо здесь и упал на землю. В этот момент это было царство небесное. Они увидели Бога во свете, в благодати, в силе божественной, в богаче. На самом деле столкнулись две противоположности. В лице Варлама интеллектуальный разум и в лице Григория Паломы мистический разум. И вот Григорий Палома говорит, человек не способен увидеть Бога, потому что сердце его травлено страстями, пороками, злобой, ненавистью, пока вы не исцелите Дух Святый, пока его сердце не наполнит Дух Святой, а как его наполнит молитвой и приводит пример вот этих исихастов, которые в молитве достигали такого совершенства, что Бога зрели. Это мистическая тайна. Это не всем дано. Не каждый на это способен. Но вот были такие подвижники и есть такие подвижники. Видение Бога во свете. То есть он разделил понятие сущность Бога-непознаваемость и его энергию, которая выражается нетварной энергией, божественной энергией, божественной благодатью. Наверное, вот поэтому батюшка Серафим Саровский, вершина восточной мистики вот этого истихазма, он говорил, что смысл, когда вот Россия безумная бурлила, что же делать, кричала интеллигенция? О, точно, как как во время этого Варлама. А он отвечает, простой мужик безграмоты, в лаптях, в саровских лицах, достиг такого духовного совершенства, он говорит, что смысл человеческой жизни стяжания духа святаговым, только он способен исцелить разум и наполнить сердце человека. Вот, оказывается, как. И вот такой интерес описывает случай в жизни Серафима Сергея Дилус. Он говорит, описывает, стояла зима. Рядом с Серафимом Саровским всю жизнь прошел по жизни граф Матавилов, который стал его учеником. Они оба состарились, и над стояла зима, шел снег, они собирали хворост. И вот батюшка Серафим присел на пенек, Матавилов присел на бревно, и Матавилов спрашивает отца Серафима, отче Серафиме, вот вы всю жизнь учите, что смысл человеческой жизни стяжания Духа Святого, благодати. Что такое благодать? Ну, Серафим Саровский говорит, ну, как тебе ответить? Давай будем молиться. И начали молиться. И вот он смотрит от Серафима. Серафим осел ярче солнца. И вот снег падает и не тает. Такой свет, такая красота, такая радость, такой душевный покой, такая полнота. И он тоже начал молиться, и тоже сиял. Через какое-то время все прошло. И Серафим Саровский поднял его, говорит, вот ты сейчас сам испытал действие Духа Святого, Божественной благодати. Скажи теперь, что такое Божественная благодать? И Мотовилов ответил, человеческим языком это нельзя выразить. Это можно только пережить. Только пережить встречу с Богом, веру в Бога, жизнь во Христе. Вот с возрастом в храме, вот мы все верующие люди, может кто-нибудь в словах выразить веру, только жизнью своей. Это тайна. И по-другому уже нельзя оступиться. Вот о чем говорит сегодняшняя воскресная Евангелие. Но сегодня за воскресным Евангелием интересно, всегда именно в этом воскресении второе, считается одно удивительное Евангелие о том, как Христос проповел в Капернауме в одном доме. Собралось множество людей, и вот четверть друзей узнали, что вот пришел Христос, который такие делает чудеса. И тогда они взяли друга, который был парализован, который был расслаблен, и они взяли носилки и не могли никак подойти ко Христу. И вот на востоке домашь вот так стоят, и они пролезли наверх, и крышу раскрыли, и ко Христу к ногам, на носилках, на веревках опустили вот этого больного, расслабленного человека, парализованного. И Христос, видя, вот, почувствовал их веру, их любовь к этому больному человеку в действиях, и он исцелил, возьми этот постель, ходи, он его исцелил. Почему именно это Евангелие все читается во второе воскресенье Великого Поста на Григорию по-моему? Оказывается, это была встреча Христа с больным человеком, это была встреча Божественной благодати и немощи человеческой, расслабленности человеческой, паралича духовного было, вот, их благодать его исцелила. Но если говорить еще глубже о сегодняшнем Евангелии и о сегодняшнем воскресном дне я бы хочу добавить. Существует еще более страшная расслабленность, это духовная расслабленность. То есть, когда человек не способен воспринимать Бога, не способен молиться, любить, творить, радоваться, милосердствовать, сосредствовать, помогать, жертвовать собой, когда человек и образ человеческий теряет зверь в человеческой оболочке, это страшный духовный паралич. И что интересно, мир. Мир, в котором ранен первородным грехом. Мир, в котором и мира нет, в котором все покупается, продается. Мир, в котором все воюют и текет человеческая кровь. Вот в этом зверином мире, в этом вообще мировом параличе и расслабленность. Это расслабление да и не замечено. Почему? Так все такие. И даже если человек стремится к благодати, его гонит и распирает «Уйди, ты нам мешаешь! Ты не такой!» Вот вы вот. Вот о чем говорится о духовном параличе. Это страшно. Это может исцелить только божественная благодать. За каждую божественную литургию мы совершаем Евхаристию. Когда священник поворачивается спиной к народу, чтобы они его не чувствовали, но слышали. И в этот момент священник говорит слова всего раз в сутки от первого лица, то есть сам Христос обращается к народу. «Вкушайте мою плоть и пейте мой кровь». Вот это и есть залог вечной жизни. Вот это и есть царство небеса, это и есть благодать, вот это и есть бессмертие, вот оно при тобой. Берите! Берут, но берут мало, единицу. А в основном все в духовном паралич. Едят, пьют, веселятся, спят с телефонами, в гроб берут ноутбуки и умирают. В страшном куда? В никуда идут. Самая страшная трагедия в этой жизни, если человек в этой жизни Бога не встретил. И блажен тот человек, который в своей жизни, невзирая на ее несовершенство, на ее боли, страдания, на такую маленькую короткую жизнь, человек обращается к Богу и молится, беседует с Ним, и Господь наполняет его в меру его духовной зрелости божественной благодатью. Я хочу еще закончить свое слово удивительным таким вот первой неделе Великого Поста называется Торжеством Православия. Когда мы прославляли о том, что Бог стал человеком, а вот Второе воскресенье именуется Вторым Торжеством Православия. Беседа с Отцем Невитым, с нашим настоятелем, вот, интересно, такое мысль сказал, беседа с ним оказывается. Я говорю, а у нас почему Второе оказывается? Почему Второе? Человек становится Богом по благодати. Первую неделю Бог, по той неделю мы. Вот оказывается, почему эта неделя именуется Вторым Торжеством Православия. Заканчивая второе слово, все-таки хочу сказать, все, кто причащался это счастье, я желаю всем крепкой веры, мудрости, дар молитвы. Именно чтобы Христос живой был в наших поступках, в наших словах, в наших помоцах, образом нашей жизни. Чтобы люди смотрели на наши всякие погремушки, а посмотрели на него, да, он воистину христианин, потому что, наверное, так бы жил Христос, как говорит, как и живет. Еще раз все будьте Богом хранимы, желая духовной помощи и силы пройти поприще Великого Поста. Мы выступаем в третью неделю, и следующая неделя будет посвящена уже Христу. Именно вот отец Дмитрий потом расскажет, меня не будет, отец Дмитрий расскажет вообще тайну Христа, почему мы прославляем крест Девеликого Поста. В первую мы говорили о свойствах Бога первую, вторую неделю, о кресте, а в четвертой и пятой неделе будут результаты. Какие? Мария Египетская, Иоанн Лесичи. Четвертая и пятая неделя. И потом уже вход в Господь Иерусалим. Жить человеческая быстро проходит, нам вообще мало отмерено. Будем держать каждую прожитую минуту, чтобы не была впустую, чтобы была смерть в радость, встречи с Богом, с родными, с Божьей Матерью, со всеми святыми, чтобы, дай Бог, чтобы никто не пропал для вечности. Будьте Богом хранимы. Аминь. Спасибо большое. Простите меня. Продолжение следует...